Дорогие телезрители, здравствуйте. Итак, в прошлый раз основная тема нашей программы была таблица Менделеева. Мы выяснили, что все-таки таблица Менделеева, безусловно, является одной из теоретических основ классической химии. Ну и, наверное, мы даже и более детально сейчас поговорим о таблице Менделеева, а затем уже поговорим о химических связях. Ну, вы говорили о том, да, в прошлый раз, что у нас существует несколько вариантов таблицы. Вот тот привычный, он все-таки сейчас, ну, скажем так, не очень рекомендован, да, для использования. И ЮПАК допускает вот такой короткий вариант таблицы. Ну и давайте тогда мы по этому короткому варианту еще некоторые моменты осветим. Значит, и так, для студентов существуют у нас периоды и существуют группы. Номер периода говорит нам о том, главное квантовое число какой оболочки формируется. Периодов у нас 7, да, и вот они здесь арабские цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Если второй период, значит, здесь у нас, получается, две оболочки, два уровня вернее, и нам говорят о том, что во втором периоде, значит, формируется оболочка второго уровня. Как узнать, сколько электронов должно быть на каждом уровне? Формула 2 умножить на n в квадрате. То есть, если первый уровень, вместо n мы пишем 1, возводим в квадрат, получается, что здесь должно быть не больше двух электронов. Второй уровень 2, возводим в квадрат. Уже 6 максимум, да? Дважды 2, 4, да еще умножаем на 2, получается 8. Третье. То есть, получили мы вот ту таблицу, которая была представлена на прошлом занятии. Но студенты должны помнить, что вот эта формула справедлива для первых двух уровней. И пока идет формирование, как говорится, D-оболочки. Как только начинает формироваться F-оболочка, там уже такая зависимость не выполняется. И электрон занимает не свободную, не ту оболочку, которая должна формироваться, а та, которая ему выгодна. Бывает, что, допустим, на третьем уровне есть еще свободные оболочки, допустим, D-свободная, а электрон переходит на четвертый и начинает формироваться S-под уровень. И для 5-6 периода нужно смотреть справочный материал. То есть, здесь уже студент, используя предложенные формулы, не сможет распределить электроны по оболочкам и по уровням. И так, как это в действительности. Вот я на это хотела обратить внимание. Ну и вообще, ведь таблица Менделеева нам может много о чем рассказать. Даже о том, как элемент, например, металл это или не металл. Да, да, как изменяются свойства. Вот обычно первые, да, вот если мы берем типичные, или, ну, например, вторая, да, смотрим вторую подгруппу. Видим, что начинается он с лития, да. Третья подгруппа у нас начинается с натрия, да. И вот можно уже сказать, что вот эти первые элементы, они у нас такие типичные и очень активные металлы. То есть, в периодах свойства металличности ослабевают, но не металлические свойства усиливаются. И получается, что, значит, у нас самые первые, да, представители, ну, типичных периодов, если можно так сказать, типичных периодов, они у нас вот достаточно активные металлы. Мы первый период не берем там, где у нас водород, потому что мы уже о нем говорили. А вот в группах металлические свойства, наоборот, усиливаются в группе, в подгруппах металлические свойства усиливаются. Вот это тоже момент, который мы должны на это обратить внимание для тех, кто у нас служит. А посередине, скажем так, у нас уже такие появляются соединения, которые имеют амфотерные свойства, то есть проявляют себя как и металлы, и как и неметаллы. То есть, получается, слева направо, да, если мы берем типичную, да, не берем побочные подгруппы, да, то у нас происходит ослабление металлических свойств и усиление неметаллических. Так, еще я хотела обратить внимание, иногда идет заполнение оболочки не та, которая соответствует периоду, допустим, 6, должна 6-я оболочка, а будет заполняться на 2 оболочки, на 2 номера раньше, не 6-я, например, а 4-я. Ну, это просто вот такой момент, чтобы студенты не пугались, если не могут распределить электроны по орбиталям. Только вот наши формулы, предложенные только для первых двух периодов. Ну, еще раз напомним, что первые у нас, вторые и третьи периоды, да, они малые. То есть, у нас нет разделения как бы на две части. А начиная с четвертого у нас появляется либо по старому определению побочная подгруппа, да, главная и побочная, либо А и Б, как вы говорили, подгруппа. Да, в группах всегда есть и главные побочные, только А и Б их так называют. Ну, давайте перейдем тогда к нашей уже сегодняшней теме по химическим связям. Ну, и что же такое химическая связь? Ну, во-первых, мы с понятием химической связи сталкиваемся в быту. Когда вы получили отравление, вам предлагают сначала выпить активированный уголь. В этот момент пытаются отмыть яд, отмыть те связи, которыми яд прикрепился в организме к нашему рецептору. Мы отмываем так называемые ван-дер-ваальсовые связи. Это не химическая связь, она имеет физическую природу, но вот адсорбция как раз связана с тем, что идет отмывание вот этих ван-дер-ваальсовых связей. Итак, что же такое связь? Это взаимодействие атомов, в результате которого образуются устойчивые многоатомные системы. Значит, взаимодействуют атомы, и мы получаем устойчивую многоатомную систему. Мы с вами уже говорили, что, конечно, взаимодействие атомов связано, и вот эти наши связи, химические реакции с взаимодействием электронов. Обязательно происходит или перекрывание электронных оболочек, то есть во всех химических реакциях происходит перераспределение электронов. Вот такова суть всех химических реакций. Ну и когда, естественно, возникает химическая связь, значит, это происходит какое-то взаимодействие между электронами. Поэтому нам стоит, наверное, вспомнить строение атома. Да, о котором мы уже говорили в одном из прошлых программ. Давайте обратим внимание на слайд. Итак, мы уже говорили, что атом состоит из ядра, и вокруг ядра находятся электроны на так называемых орбиталях, орбиталях, но мы поясняли вам, что говорить об электроне как о частице нельзя. Это наносит вероятность и характер. Электроны есть, а вот точно ли они на этих орбиталях? Мы привыкли их рисовать на какой-то орбитале, даже распределять, но в действительности это что-то такое, как вот какая-то размытость. То есть вероятность, он может находиться и здесь, и здесь, и здесь. Итак, здесь указаны размеры ядра, и вокруг ядра находятся электроны. Вот нас интересуют сейчас именно электроны, потому что они участвуют во всех видах химических связей, о которых мы будем говорить. Ну и второй слайд дает более подробное строение самого ядра, что внутри ядра есть протоны и нейтроны. Тут же показывают размеры ядра, 10 минус 14 метра. Скромные. Да, и далее еще дают пояснение, что протоны и нейтроны имеют еще более сложное строение, их уже нельзя считать элементарными частицами, они состоят из трех кварков. Это так называемые виртуальные частицы. Ну, нам для химических реакций строения ядра пока нет необходимости, но есть интересный момент, как раз то, что касалось таблицы Менделеева. Например, у водорода. Ведь если у водорода убрать электроны, то есть сделать ион водорода, H со знаком плюс, это получается уникальный элемент. В реакцию вступает ядро атома. У нас у водорода остается только ядро, если мы убираем электрон. И получается, в химические реакции вступает ядро атома. Нет ни одного химического элемента в таблице Менделеева, где бы ядро атома участвовало в химических реакциях. Да, и поэтому предполагают, что, может быть, вот это положение водорода в таблице Менделеева переносит не случайно, может, не стоит пока и говорить о его месте. Это вообще очень уникальное по своей электронной структуре. В таблице Менделеева, еще раз напомню, мы можем видеть двойное расположение водорода, где он дважды. И первое и второе расположение все равно не очень соответствуют свойствам водорода. Вот, видимо, связаны с его уникальностью. Так, а здесь у нас с вами представлено, мы будем сегодня говорить о так называемых дисплейных формулах. Которые раньше структурными. Да, раньше называли структурными, графическими. В литературе можно и разные названия строить. Да, и вот как раз последние требования ИЮПАК, что такое понятие, как графическая формула, вообще уже не должно быть в учебниках. Структурные еще употребляют, но для этого нужно указывать тогда угол между связями. А мы будем говорить о дисплейных формулах. Это характерно для органики, но вот сейчас формула Пурпура как раз представлена дисплейный вариант. Мы к нему далее разберем, как это рисовать, эти дисплейные формулы. Ну, а еще у нас сегодня будет рубрика, которая посвящена токсикологии. Рубрика наша будет называться «Химические основы токсикологии». Дело в том, что токсикология очень тесно связана с химией. И поэтому в некоторых из наших программ эта рубрика будет и продолжаться, то есть иметь свое продолжение. Ну, мне хотелось бы отметить, что токсикология имеет достаточно такую серьезную историю. Ну, и, в принципе, жизнь любого человека, она у нас связана, конечно же, с биологически активными веществами. И все они каким-то образом, да, с точки зрения химии, тоже воздействуют на организм. Даже, казалось бы, ну, вещества совершенно простые, эти же самые лекарственные растения, но имеют тоже массу воздействий. И поэтому можно даже вот процитировать такого известного, я думаю, врача, как Парацельса. Он говорил следующее. Итак. «Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости. Одна лишь доза делает яд незаметным». И здесь, с одной стороны, есть такая умная фраза, что вот многие вещества в избытке, они вредны, да, то есть они не являются, например, ядом в применении один раз, но передозировка тоже оказывает очень существенное влияние. Вот, ну, например, даже если мы говорим о некоторых лекарственных растениях, которые содержат сердечные гликозиды, если мы увеличим дозу, например, такого гликозида, как страфонтина, всего в 2,5-3 раза, ну, казалось бы, не очень много, да, вот с точки зрения, то это уже может привести к серьезному отравлению. Ну, и вообще, что же такое яды, раз мы вот, мы часто ведь и в химии пользуемся этим термином, ядовитое вещество, не ядовитое, это могут быть как вещества биогенного и минерального происхождения, так же это могут быть вещества или продукты химического синтеза, которые могут вызвать отравление. Ну, и, конечно, яды бывают разные по стиле, вот, некоторые бывают чрезвычайно токсичны. Поэтому, конечно, вот говоря о том, когда мы говорим о ядах, мы тоже здесь можем применить и термины химические, что, например, количественное отношение яда тоже очень важно, вот, как и качественное, так же. Ну, и мне хотелось бы отметить, что само слово токсикология, раз уж у нас рубрика называется «химические основы токсикологии», оно произошло от греческих слов «toxikos», что означало «служащий для смазывания стрел». А ведь очень часто как раз яд и являлся... Ну, ядовитые стрелы. Да, абсолютно верно. Ну, второй перевод – ядовитый. И логос – это, конечно, всем известная наука. Вот, ну, и сама токсикология у нас наука достаточно обширная. Она у нас изучает, с одной стороны, как физические, так и химические свойства ядов. Механизмы их действия, ножевые организмы, ну, и так же признаки отравления, так же, как эти отравления лечить, ну, и оказывать помощь. Вот еще не случайно у нас, когда получаете какое-то отравление, неважно какое, врач сначала интересуется, что ты употребил. Как это... и не принимает никаких мер, пока не выяснит, ну, что за тип яда. Потому что характер связи яда с рецептором влияет и на то, как этот яд выводить из организма. Вот химическая связь между ядом и рецептором в нашем организме может быть как ковалентная, ионная может быть, может быть водородная, вандервальсовая. И, зная, какой тип связи, врач понимает, ковалентные связи, их очень трудно отмыть. То есть, не случайно, отравление мышьяком, отравление ртутью, сурьмой, очень тяжелое отравление. Вот эта вот связь яда с рецептором ковалентная. Если говорить о вандервальсовых связях, их отмыть значительно легче. Если ионная связь, тоже у ней энергии связи несколько меньше. Она более слабая. Да. Так вот, очень важно, видите, химическая связь и те действия, которые применяет врач. То есть, и результат действия яда. Крепче, сильнее, энергии связи больше, значит, сложнее эту связь разорвать и вывести яд из организма. Но у нас сегодня будет пример, примерно, энергии связи различных ядов с рецептором. Ну, и еще мне хотелось бы сказать, что токсикология, с одной стороны, это, конечно, наука, которая действительно основывается, в том числе, и на химии, на химии, биологических науках и медицинских. Ну, и кроме того, что вроде бы она изучает, да, как яда действует на организм и так далее, оказывается, яды могут быть и полезными. И поэтому формы полезного использования ядов также изучает токсикология. Ну, и вообще, в истории токсикологии очень много всего интересного, и мы об этом еще поговорим. Вот, в частности, например, да, очень важно такое явление, которое, вот перед вами у нас сейчас будет слайд понтийского царя Митридата VI. Вот мне хотелось бы отметить, что, вот, например, с ним как раз связывают такое появление названия, как антидоты, потому что он очень боялся быть отравленным и использовал яды в малых дозах. Вот, ну, об этой истории мы тоже поговорим. То есть, вводил себе в организм. Да, вводил яды в малых дозах, и что удивительно, он стал невосприимчив ко многим ядам. Его не раз пытались отравить, но ничего не получалось. Ну, а теперь, наверное, мы вернемся к нашей классической химии. Но мы видим, что химия все-таки опять-таки везде прослеживается связь и даже общих понятий химии с другими дисциплинами. Ну, вот здесь у нас будет слайд, который демонстрирует, какова энергия связей. И вы можете все это проанализировать. Ну, давайте мы их... Смотрите, ковалентная связь, самая большая энергия. Ну, здесь, правда, мы взяли единственное измерение, по-моему, да, в килокалориях, не в джоулях. Но это наиболее привычно для медицины понятие. Так, самая, обратите внимание, величина 50-140. И здесь сразу же... То есть это связь более прочная из тех. Мы уже видим по цифрам, что она очень прочная. Ионная связь, конечно, значительная. Уже в разы, даже вот уже цифры у нас характеризуют, что в разы меньше. Водородная связь. И вот вандер-вальсово. Вандер-вальсово, это, опять-таки, несколько физическая природа. Не чисто химическая процесс. Не чисто химическая, а уже такой физико-химический. Да. Ну, прежде, наверное, мы все-таки поговорим о ковалентной связи, да? Ну, можно о ковалентной, а можно с любой связи начать, пожалуйста. В принципе, мы сказали о том, что вот ковалентная связь у нас наиболее сильная. Ну, давайте тогда о ковалентной поговорим. Ну, давайте. Ну, ковалентная связь, она образуется за счет так называемых общих электронных пар. То есть имеются неспаренные электроны, допустим, у одного атома, и неспаренные электроны у другого. И они отдают по одному электрону, и возникает вот такая связь. Она может быть полярная, может быть неполярная. Иногда механизм несколько другой. Допустим, у какого-то элемента есть свободный орбиталь, а у какого-то элемента есть неспаренные электроны. Ну, тогда один отдает свою орбиталь, а другой предоставляет свои электроны. И возникает ковалентная связь. Да, вот давайте посмотрим. Обратим внимание на схему. Первый случай, когда у нас каждый атом имеет по одному неспаренному электрону. Ну, понятно, один электрон в ячейке. Каждый отдает по одному электрону, и у нас возникает ковалентная связь за счет вот этих двух спаренных электронов. Второй вариант, элемент B, имеет просто свободную ячейку. А у А есть электрон. Ну, здесь должно быть два электрона, потому что спаренный должен быть. И вот тогда он отдает один ячейку, другой электроны, и мы опять получаем так называемую ковалентную связь. Ну, ионная связь вообще-то, это, можно сказать, частный случай. Ковалентная связь, только там более электроотрицательная. Рассмотрим. Очень часто ее рассматривают на примере хлорида натрия, то есть обычной соли в классических учебниках. Можно обратить на нее внимание. Ну, и атомы натрия и хлора, из которых образована обычная соль, резко отличаются по электроотрицательности. Я думаю, что это одно из важных условий образования ионной связи. Если у нас у атома натрия электроотрицательность составляет 1,01, то для атома хлора электроотрицательность составляет 2,83. Говорят, если разница в электроотрицательности больше, чем на 1,5, 1,5, то уже это будет ионная связь. Да, здесь мы, как видим, уже больше значительно 1,5, то есть почти 1,1, около 1,8. То есть здесь электроотрицательность, в ионной связи, разница в электроотрицательности элементов играет важную роль. Ну, и вот если мы вновь вернемся к картинке, то мне здесь хотелось бы отметить, да, если говорить о натрии, то его электронная формула 1С2, 2С2, 2П6, 3С1. У хлора 1С2, 2С2, 3П6, 2П6, 3С2, 3П5. Прошу прощения. Ну, и, соответственно, у нас получается, что у натрия, значит, 3С1, а у хлора 3П5. Ну, еще раз я повторю формулу. У хлора 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 2П5. И получается, что у нас для завершения внешнего уровня атому натрия проще все-таки избавиться от одного электрона и отдать его, чем присоединять целых 7. А в то время атому хлора, опять-таки, легче присоединить один электрон, то есть взять один электрон, чем опять отдать целых 7. И таким, как показывают результаты опыта, при химических реакциях атом натрия у нас обычно отдает один электрон, ну, а атом хлора, естественно, его принимает. Евгения, я хотела еще обратить внимание, вот последние данные и рекомендации ИЮПАК опять такие, что рентгеновские исследования показали, что если, как мы говорили, молекула имеет строение ионное, вот как у нас на нашем слайде, то таких молекул нет. Вот, оказывается, сейчас доказано, при помощи рентгеновских лучей, что нет молекул. Вот этот вот натрий-хлор находится не в виде молекулы, а ионы натрия и ионы хлора. Поэтому у нас будет тема электролитической диссоциации. Уже для чисто ионных соединений нельзя говорить, что это распад молекулы на ионы. Их не было сразу же. И вот мы еще во многих учебниках пишем, что это молекулы, и говорим даже. Но это как бы последние данные, что для чисто ионных соединений доказано, что они не объединяются в молекулы, отдельные ионы находятся. Ну, если мы вновь вернемся к ионной связи, то мне здесь бы хотелось отметить следующее. Ну, опять-таки, перед нами представлена ионная связь. Ионные соединения считаются, что у нас образуют атомы элементов, вновь повторю, резко отличных по электроотрицательности. И обычно это атомы элементов главных подгрупп, первый и второй групп, с элементами главных подгрупп, шестой и седьмой групп. Ну, и самих ионных соединений все-таки, наверное, не очень большое количество считается, она не так распространена. И вот даже когда мы говорим об ионной связи, то некоторые даже говорят о проценте, что считается, что ионной связи не бывает на 100%. И поэтому очень часто иногда в литературе можно встретить такое понятие, как доля ионности или процент ион. Ну, процент степени ионной связи или доля ионности. И поэтому можно сказать, ну вот, например, даже в достаточно таких соединениях, которые сильно отличаются по электроотрицательности, очень существенные отличия. И то вот в среднем ионная связь где-то составляет, если опять мы берем процент, 89, например, 86-89%. Кроме того, мы вот уже говорили, например, о ковалентной связи, да? Так вот, у ионной какое отличие, что вот она, вот у ней нет такой направленности и насыщенности. Ковалентная имеет насыщенность, направленность. А вот ионная связь, она не направленная и не насыщенная. Ну и вот даже если бы мы с вами представили ионы, их можно представить в виде шариков, да? Соответственно, да? И каждый один шарик, он как бы притягивает, ну вот если так мысленно представить, другой заряженный шар, только уже знака противоположного. Ну, опять-таки, он может притягивать как один шар, так и другой, и поэтому вот она, так называемая, ну, ненаправленность. Да, да. Ну и давайте вновь опять обратим внимание на ионную связь. И хотелось бы отметить, что взаимодействие ионов противоположного знака не приводит к компенсации силовых полей. И способность притягивать ионы противоположного знака остается по другим направлениям, что и называется ненасыщенностью. Ну и, соответственно, обычно вот соединения, да, которые у нас состоят из ионов, они у нас представляют собой твердые тела с ионной кристаллической решеткой. Да, но мы это будем... Но об этом мы поговорим чуть позже, когда будем характеризовать кристаллические решетки. Там сведены все свойства, можно ли по типу связи предположить, какие свойства будут у данного элемента. Итак, давайте еще раз скажем, что у нас ионная связь, в отличие от ковалентной связи, ненасыщенная и ненаправленная. И менее прочная. Но суть такая тоже, видите, это просто частный случай ковалентной связи. Да, которую, так как она все-таки имеет какое-то распространение, выносит как вот... и какую-то специфику все-таки у нее есть. Ну, энергия. У нее есть одно свойств связи, энергия связи есть. Мы ее должны учитывать. Абсолютно верно. Ну, еще одна связь, о которой мы хотим поговорить, это связь металлическая. Ну, мы говорили о том, что если мы посмотрим таблицу Менделеева, да, то все-таки вот металлические свойства, они у нас слева направо начинают ослабевать, да. И поэтому, когда мы берем, например, периоды, да, то вот первые элементы, которые там стоят, это самые сильные. Типичные металлы, да. Это, опять-таки, если мы берем эти эпичные периоды, ну, хотя в основном это действует для всех, это вот такие самые сильные металлы. Ну, и можно сказать, что, в принципе, металлы, они достаточно широко распространены и имеют очень большое значение. Ну, у нас металлическая связь тоже осуществляется за счет, только за счет обособленного электрона. Абсолютно верно. Ну, и атомы большинства металлов на внешнем энергетическом уровне содержат небольшое число электронов. Да, например, ну, и мне хотелось бы отметить, что элементы металла образуют и простые вещества. Металлы, ну, и вот в обычных условиях это кристаллические вещества. Опять-таки, есть определенные исключения, та же самая ртуть. Ну, правила на то, на многие правила у нас и существуют исключения. Ну, ртуть просто существует, мы ее при комнатной температуре, у нее температура плавления низкая, поэтому ее в жидком состоянии видим при этих температурах. Абсолютно верно. Ну, и вот мы можем посмотреть схему кристаллической решетки натрия. Вот она перед нами. Ну, и видно, что каждый атом натрия окружен восьмью соседними. Ну, и на примере натрия можно и рассмотреть природу, в том числе и химических связей в металлах. С одной стороны, у атома натрия, да, как и у многих других металлов, есть избыток валентных орбиталей и недостаток электронов. Ну, и валентный электрон, например, 3С1, может занимать одну из девяти свободных орбиталей. 3С1, 3П3 и 3Д5. Еще он может переходить с орбитали одного атома на орбиталь другого. Вообще, разницы отличить электроны, их не отличают. Не различают конкретно. Это первый электрон, это второй. Да, да. И вот при сближении атомов, в результате образования кристаллической решетки, орбитали соседних атомов начинают у нас перекрываться. И, соответственно, благодаря этому электроны начинают перемещаться с одной свободной орбитали на другую. И осуществляется как бы связь между всеми атомами кристалла самого металла. И в итоге вот такой тип связи у нас можно назвать металлической. И для металлов из-за этого типа связи свои характерные свойства, там, блеск, ковкость и так далее. Оно объясняется вот таким типом связи. Ну, и мне хотелось бы сказать, металлическую связь, еще раз подчеркнуть, у нас образуют элементы, у которых на внешнем уровне мало валентных электронов, по сравнению с числом внешних энергетически близких орбиталей. Ну, и также вот хотелось бы отметить, что химическая связь, вот если мы говорим о металлической связи, она у нас сильно делокализована. И получается, что у нас электроны, у нас как бы перемещаются по, ну, вот если представить сам металл, как бы по всему куску металла. Да, ну, и говоришь, что он обобществленный, то есть он принадлежит всем и никому, получается, общий электрон. Да, абсолютно верно. И вот сама металлическая связь, она у нас, с одной стороны, характерна как для металла в твердом состоянии, так и в жидком также. Ну, и еще раз, если вновь обратить внимание на кристаллическую решетку натрия, то мне хотелось бы сказать, что и у металлической связи есть определенное сходство с ковалентной, поскольку, опять-таки, в ее основе лежит обобщение. Участвуют электроны, да. Да. Только несколько другое об обобществлении этих электронов идет. Ну, и мне хотелось бы отметить, что вот очень часто металлическая связь, вот она как бы обуславливает физические свойства металлов, то есть она тоже играет здесь значительную роль. Так, ну, следующий у нас тип связи — это водородная связь. Это водородная связь, ну, понятия разные, но это связь, иногда говорят, между атомами водорода через какой-то более электроотрицательный элемент. Или связь атома водорода с другим электроотрицательным элементом, если он, тот электроотрицательный элемент, имеет свободный какой-то неспаренный электрон. Ну, вот благодаря водородным связям они у нас преобладают в строении белков. Ашфтор у нас находится в жидком состоянии тоже благодаря водородным связям. Ну, и давайте посмотрим, как здесь представлена водородная связь. Иногда говорят, что это связь между атомами водорода, иногда это связь через какой-то более электроотрицательный элемент. Вот у нас, посмотрите, ашфтор показан пунктиром — это водородная связь. Ну, получается, что у нас часто водород вступает в связь, да, когда мы говорим о водородной, сильно даже таким электроотрицательным элементом. Тот же самый фтор, да? Да, да. И он как-то изменяет даже, можно сказать, физические свойства. Жидкое или газообразное состояние будет. В основном, вот водородная связь, если мы говорим об элементах, это чаще всего, да, наиболее часто встречается, это фтор, кислород, азот. Да, фтор, да. И вот уже реже все-таки хлора, то есть они тоже поменее. Да, посмотрим, у нас там есть еще различные виды водородных связей. Вот тоже один из примеров, но это уже вода, как в молекуле воды осуществляются водородные связи. Ну, то, что пунктиром показано, это водородная связь. То есть, видите, здесь водороды связаны через кислород, получается. А где-то непосредственно кислород и водород. Ну, и вот мы здесь... Перекись водорода, тоже следующий тип, тоже водородная связь. И вот она у нас на этом слайде представлена. То есть, ну, вы правильно сказали, если речь идет с водородом, и имеем дело с каким-то сильным электроотрицательным элементом. Кислород, фтор, азот. А остальные боли все-таки, она такая реже, да, например, возникает водородная связь с тем же хлором и серой. Да, ну, в структуре белков большая роль водородной связи. Да, то есть, в биохимии как раз водородной связи тоже придается очень большое значение. Ну, и в токсикологии вынуждены ее тоже отмывать, если знаем, что это водородная связь. Знаем, как эту связь разорвать и вывести дальше уже яд из организма. Это тоже пример уже в органическом соединении. Опять-таки, видите, водород и кислород. Можно обратить внимание. Здесь тоже один из примеров записи водородной связи. Ну, а теперь, наверное, мы перейдем к так называемым, вот чаще всего, вот когда открываешь классический учебник химии, я встречаю название структурной формы. А оказывается, что это не совсем верно, да, сейчас так говорить? И ЮПАК теперь вводит новое понятие. Понятие дисплейная формула. То, что мы раньше называли структурной или графической. Ну, обычно тоже у студентов возникает сложности. Напиши формулу серной кислоты, H2SO4 напишет. А дальше представь ее, ну, сейчас мы будем говорить дисплейную формулу. Ну, наверное, вот чаще всего, конечно, вот когда мы гормоструктурных всегда рисуем, это в первую очередь для органических соединений, эти сложные реакции. Это характерно для, в основном, вернее, всегда в органической химии записывают в виде вот таких дисплейных формул, это наиболее наглядно. Потому что если мы не пишем, то считается вроде как какая-то ошибка, что мы неправильно делаем. Да, но внеорганической химии тоже требуется, если особенно поступаете куда-то в институт. Но здесь суть какая? Мы вот эту электронную пару заменяем палочкой. Вот где у нас появляется химическая связь с пареной электроном, мы просто заменяем линией палочкой и получаем уже дисплейную формулу. Можно показать на слайде? Давайте вот обратим даже внимание, вот просто азот написан, ее можно назвать, вот когда мы пишем молекулу азота, ставим цифру 2, это у нас такая формула эмпирическая. Да, да. Но она говорит о количественном и качественном. А вот уже дисплейная показывает нам... Вот не зря поставили знак вопроса, потому что многие до сих пор слово дисплейное не используют, а именно говорят структурная формула. Структурная, но структурная еще допускается, но тогда нужно показать, а каков же, мы же говорили, ковалентные связи имеют направленность. Тогда покажите, какой угол, направление этой связи. Если мы не показываем, то это у нас получается неструктурная формула. Вот понятие структурное можно использовать, а вот понятие графическое нет. Ну вот опять, наверху у нас представлена эмпирическая формула, а внизу дисплейная. Можно обратить опять-таки внимание. Вот еще. Для NH3 тоже дисплейная формула. Да, здесь вверх это эмпирическая, а внизу это дисплейная формула. Но я еще раз повторю, что в старых учебниках до сих пор можно встретить название структурное. Это будет то же самое. Ну, угол показывать тогда нужно. Да. Направленность связей. Тогда это структурное. Вот для серной кислоты мы тоже видим дисплейную формулу. Для фосфорной кислоты. Для фосфорной кислоты. Опять аммиак. Да. И теперь мы уже... Ну, а теперь тоже вопрос, который вызывает большие сложности у студентов. Да, для меня это была самая сложная тема. Но вы, Евгений, и сказали, электроны способны переходить с одной орбитали на другую. И вот возникают так называемые гибридные орбитали. Так называемые связи. Мне кажется, вообще-то одна из... Вот в общей химии это, наверное, самая сложная тема. Да, сигма-связь и пи-связь. Особенно это в органической химии. Вот как возникает сигма-связь, как возникает пи-связь. Во-первых, мы сначала с вами разберем то, что рекомендуют наши учебники химии. А если что-то есть новое, то мы обязательно нашим зрителям об этом расскажем. Итак, давайте слайд будем демонстрировать тогда. Значит, S и P-орбитали участвуют в сигма-связях. Могут перекрываться две S-орбитали. Вот вам показали, мы говорили, что S имеет форму, как вот сфера перекрывается, возникает сигма-связь. Она возникает вдоль линии действия связи. S и P-орбиталь, если перекрываются, тоже возникает сигма-связь, если перекрытие происходит вдоль линии связи. Две P-орбитали перекрываются. S-орбитали только в сигма-связях участвуют. А вот P-орбитали могут участвовать еще и в так называемых P-связях. Это когда P-орбитали перекрываются, но только перекрываются над линией, соединяющей связь, и под линией, соединяющей связь. Ну вот, я не знаю, есть ли у нас там на слайде такой? Давайте вот вновь вернемся к слайду. А, ну вот здесь P-связь у нас не показана, это P-связь. Ну просто если взять вот эти вот две гантели и поставить их не горизонтально, а вертикально. И произойдет, это будет перекрытие над линией связи и под линией связи, и возникает так называемая P-связь. Но я согласна, что это, конечно, очень сложно. Что это за гибридизация? Еще студент может запомнить, ну, переходит электрон с одной орбитали на другую, перекрываются. Но почему именно такая форма возникает? Есть ли что-то простое? Вот мы как раз, я думаю, что вот о более простом мы расскажем вам в следующий раз. И по поводу вот как раз гибридизации, например, то, что используется в американских учебниках. Химии, да, вот об этом мы поговорим в следующий раз. То есть вы хотите сказать, что они проще? Да, там используется другая модель. Вот это у нас P-связь как раз. Да, перед нами P-связь. О которой мы говорили, это когда перекрываются над и под связью. Вот, а вот о модели, которая упрощает все значительно, которая называется модель Gillespie, мы с вами поговорим в следующий раз. А сегодня мы вновь вернемся к нашей рубрике «Занимательная химия». Также мы поговорим еще в следующий раз и о кристаллической решетке. Ну вот сейчас все-таки мне хотелось бы перейти к рубрике, которая у нас посвящена занимательной химии. Она перед вами, рубрика. И вот сегодня хотелось бы поговорить вот по поводу великих ученых, которые тоже внесли вклад в химию. Это вот был Илла Моносов. И я думаю, что химия у нас, как я говорил в прошлый раз, она у нас развивалась по двум этапам. Да, например, истоки химии у нас стояли с одной стороны для получения каких-то благородных металлов, а с другой стороны хотели создать эликсиры так называемой молодости. Вот я еще хотела вам... Вы по эликсирам будете? Ну вот... Я хотела добавить просто по металлам, что каждый металл связывали с какой-то планетой. Да, вот. Золоту приписывали влияние Солнца, естественно. Серебру, влияние Луны. То есть под действием Луны формируется серебро. Если находили новый металл, который... И не было подходящей планеты, то считали, что это не металл. Ну и более того, есть такой интересный момент, что металлы использовались у нас как денежные знаки. То есть золото, серебро. А в России, Россия первая ввела как денежный знак платину. И был такой курьезный момент, когда Ломоносов написал оду, посвященную Елизавете. Ему за эту оду было положено 2000 рублей золотом. Золотых монет не оказалось. Ему выдали... Нет, медная награда была. Посмотрим, Славик Ломоносова. Да, вот такую... Свою награду... Масса этих медных монет составляла 3200 килограмм. То есть почти 3,5 тонны медных монет он получил за свою оду. Так, ну и опять-таки, мне хотелось бы отметить, что с другой стороны, у нас еще во времена, когда у нас еще были алхимики, второй идеей такой важной было, это получение эликсира вечной молодости. Да, ну либо хотя бы, чтобы эликсир позволил человеку жить очень долго. Ну, среди основателей этой идеи, хотя я думаю, что эта идея приходила и раньше намного многим людям в голову, был Джабир Ибн Хаян из Багдада. Жил он в 721-815-х годах. В Европе он в течение долгого времени был всем известен под именем Гибир. Так вот, его имя даже было овеяно легендами. Ну и в частности, для нас еще сохранился еще один рецепт долголетия, который предлагал этот алхимик. Так, вы сейчас нам предложите, да? Да, ну конечно, опять-таки, здесь то же самое, что касается и благородных металлов, когда мы вроде бы читаем, понять не можем, что. И здесь то же самое. Вот если его просто процитировать, он говорил следующее. Надо только найти жабу, прожившую 10 тысяч лет, затем поймать летучую мышь тысячелетнего возраста, высушить их, истолочь, истереть в порошок, и растворить его в воде, и затем принимать уже в качестве лекарства по столовой ложке. Ну, конечно же, здесь вот у нас прослеживается какая-то ирония, которая подчеркивает совершенно нереальность этого рецепта. Ну, он, кстати говоря, если говорить о нем как о химике, он также верил, то, что, в частности, например, все металлы, которые у нас есть, они у нас образуются из серы и ртути, под влиянием, опять-таки, планет. И, как мы знаем, эта идея еще пережила своего создателя более чем на 700 лет. Тем не менее, легенда вообще о создании эликсира долголетия, она у нас еще была известна в Шумерском царстве, находившемся в междуречии Тигра и Ефрата. Ну, вот считалось, что это был эпос о сыне богини Нинсун и смертного человека, которого звали Гильгамаш. Так вот, он захотел получить бессмертие. И он узнал, что нужно найти траву жизни и съесть ее, которая растет на морском дне. Ну, а легенда заканчивается трагично. Он добыл эту траву, и по дороге он решил искупаться. И он оставил траву на земле, и его проглотила змея, которая стала бессмертной. Вот так заканчивается легенда. Ну, я могу сказать, что все равно все эти первые результаты, они тоже были как бы основой, в том числе и химической фармацевтики. То есть, можно сказать, что люди все время стремились получать какие-то препараты. Ну, на сегодня наша программа заканчивается. А в следующий раз мы все-таки ответим на вопрос, обязательно ли пользоваться такими сложными сигма-эписвязями, рисовать эти сложные облака, либо есть более простая схема. До свидания.